я вам расскажу действительно пару примеров на асимптотическую теорему лапласа так чтобы мы завершили то с чем мы в каком смысле начали этот семестр да и так я напомню что в прошлый раз я вам доказал в определенном смысле да то есть немножко не доказал но там вы сами справитесь потому что вторая часть абсолютно аналогично и так теоремы такие были что если у нас функция f положительная положительная непрерывная на отрезке а b прерывной на отрезке а b функция же класса c1 на отрезке а b вот значит далее производная же штрих в точке а отрицательно отрицательно и в точке а самое большое значение g от x меньше жата для всех x принадлежащих а б вот такие вот условия выполняются тогда интеграл вот а до b f от x так мы y писали до f от y е в степени x ж от y тогда и тут я игрек напишу вот такой вот интеграл эквивалентен следующему выражению минус f от а делить на x ж штрих от а и на е в степени x ж от а при x стремящихся плюс бесконечности вот такая асимптотика имеет место интеграл этого в первая теорема которую я доказал вот а вторая теорема касается случая внутренней точки да и значит опять если ф положительно f непрерывно на отрезке а b а ж класса c2 на отрезке а до класса c2 на отрезке а до значит а точка x0 находится в интервала бы внутренняя точка интервала бы значит и пусть у нас вторая производная в точке x0 отрицательна да и более того и грек до и грек 0 значит вторая производная в точке y0 отрицательна и более того для всех y из отрезка без точки y0 имеет место неравенство g от игрек меньше чем же на тыкс тогда тогда имеет место следующая асимптотика интеграла зависящего параметра f от игрек на е в степени x же от игрек до игрек эквивалентно f от x0 умножить на корень квадратный из минус 2пи делить на x же штрих от x нулевое же штрих от игрек нулевое да и на экспоненту в степени x же от игрек нулевое при x стремящемся к плюс бесконечности 2 2 конечно до 2 производная до 2 производная вот такая была доказана теорема 2 вот она мне как раз сейчас больше понадобится и давайте мы с вами вот обсудим некоторые примеры некоторые примеры но вот например вот такой у нас интеграл с вами уже встречался значит интеграл от 0 до пи синус в степени 2 м x dx вот так вот давайте его перепишем в удобной теперь форме и так значит теперь мы понимаем что должна быть экспонента да давайте так и напишем и так это есть интеграл от 0 до пи е в степени 2 м на логарифм синус x ну и вот давайте посмотрим что как раз здесь типичная ситуация теорема лапласа значит вот посмотрите пожалуйста вот этой функции просто нет конечно вот а экспонента возводится в степень которая является произведением величины 2m стремящийся плюс бесконечности конечно и вот функция логарифм синус x вот но вот как это функция устроена давайте посмотрим вот картиночку если нарисовать то на ноль пи на ноль пи значит функция у нас будет устроена так значит вот здесь вот даже повышен прямой нарисую там не поместится да вот в точке пи пополам синус единичкой как раз тут вот будет максимум максимум в точке пи пополам ну а дальше функция будет такая не сильно но отрицательная бесконечно большая вот но и вот тем самым из теоремы лапласа следует что действительно все вот существенно это находится в окрестности этой точке но и в частности в частности вот давайте посмотрим что же у нас будет согласно теореме лапласа значит наш интеграл до интеграл от нуля до пи синус в степени 2n x dx вот он эквивалентен эквивалентен значит но значение f от и так сказать в точке максимума это просто единица потому что этой функции нет да она во всех точках единица значит и нам нужно вычислить вторую производную функции логарифм синус x в точке пи пола давайте вычислить значит логарифм синус x два штриха это чего там будет это будет просто катангенс x штрих это есть минус 1 на синус в квадрате x ну а я ее сейчас отправлю просто как x зачем да просто вот так да да значит и так получается что в точке пи пополам да значит вторая производная давайте я прямо здесь напишу в точке x равно пи пополам в точке x равно пи пополам это у меня будет просто минус 1 минус 1 вот ну и как следствие значит мы имеем следующую асимптотику значит смотрите будет корень из минус 2 пи делить на 2 и вот вместо x на 2n вот а вместо второй производной я подставляю минус 1 здесь плюс вот значит вот так получается ну и все потому что е в степени 2n умножить на значение функции здесь значение функции нулевое но тем самым получается это корень из пи делить на n вот так из асимптотической формулы лапласа сразу следует асимптотика такого интеграла а если мы еще сейчас вспомним что этот интеграл от 0 до пи синус в степени 2n x dx это есть вполне конкретная последовательность пи умножить на 2n минус 1 два восклицательных знака и делить на 2n два восклицательных знака вот то отсюда сразу получится следующая асимптотика следующая асимптотика что 2n минус 1 делить на 2n с двумя восклицательными знаками это вот эквивалентно следующему ну просто надо на пи поделить и будет единица на корень из пи n пи n стремящимся к бесконечности вот так вот так легко конечно этому асимптотику мы уже когда-то давно получили вот смотрите она как легко получается из теоремы лаплас значит следующий пример следующий пример вот конечно это асимптотика гамма функции вот сейчас мы с вами уже выведем формулу стирлинга для произвольных уже x значит гамма от x плюс 1 это у нас интеграл по полупрямой от т в степени x на е в степени минус т дт нет именно от x плюс 1 от x плюс 1 я тут единичку не вычитаю но так удобней просто можно x написать но просто формула будет лучше выглядеть более компактно если от x плюс 1 ясно что все равно потому что x большое вот но и вот смотрите здесь есть такая проблема вот если мне сейчас все это запишем под одну экспоненту да где в степени минус т и тут оставлю да здесь будет вот такая экспонента е в степени x на логарифм и ты дт вот ну чтобы свести такого типа интеграл на самом деле вот мы увидим что ничего не выйдет вот посмотрите давайте я сейчас график логарифма нарисую вот а он вот такой это просто монотонная функция ну ладно бы была монотонная она еще и не ограничена то есть у нее на полупрямой 0 плюс бесконечность просто нет максимум нет максимум вот и все так что несмотря на то что интеграл вроде как имеет такой же вид такой же вид теорема лапласа к нему непосредственно применить не удается но и вот для этого применяется такой трюк это не только для гамма функции это в целом вот нужно сделать такую замену переменной чтобы вот этот множитель перед x он немножко изменил свой вид функция стала какой-то другой вот ну и вот давайте мы сделаем такую замену значит просто ты у нас будет равно x умножить на т и то есть x умножить на вот и все значит смотрите замена зависит от параметра от x ну и что ну и что ну ведь формально при каждом x фиксированном мы интегрируем по т и от x тут никакой зависимости нет вот такая вот выбирается замена да смотрите поскольку x положительно то полупрямая остается на месте и мы имеем дело со следующим интегралом гамма от x плюс 1 и это есть интеграл по полупрямой по полупрямой вот а здесь будет вот что x степени x плюс 1 вот и умножить на значит у степени x а здесь на е в степени минус x и умножить на у вот такой вот получается интеграл и теперь посмотрите пожалуйста чего мы достигли чего мы достигли значит а дело в том что вот здесь в экспоненте переменной x не было а теперь она есть да потому что здесь x возводится в степень x а еще дт это dx умножить на у да вот значит и и теперь мы имеем дело со следующим интеграл датья x в степени x плюс 1 сразу вынесу вот за знак интеграла а тут получится вот что интеграл по полупрямой вот от экспонента в степени в степени x умножить на логарифм у минус у и все это же ситуация стала намного лучше вот теперь если опять здесь картиночку нарисую такую небольшую то наверное не сложно представить как этот график будет устроен давайте я даже вот сюда нижнюю ось нарисую потому что тут все в основном отрицательно вот смотрите на бесконечности здесь функция отрицательная отрицательная бесконечно большая на плюс бесконечности то же самое логарифм огромный положительный но он уже полностью побеждается положительный бесконечно большой у поэтому здесь тоже минус функция отрицательна а вот максимум ну как не трудно понять вычислив производную он достигается в точке 1 и он равен минус 1 вот он достигается в точке 1 до а здесь вот минус вот такая вот получится картинка вот и все и вот уже вот этот интеграл он легко вычисляется по теореме лапласа вот давайте напишем чему этот интеграл эквивалентен это гамма от x плюс 1 эквивалентно значит но x в степени x плюс 1 конечно дальше на корень квадратный из минус 2 пи деленное на x умноженной на на вторую производную в точке 1 вот этой функции да но это очевидно правда значит что тут будет ясно что надо второй производим только от логарифма брать значит 1 на у и потом минус 1 на у в квадрате получается минус 1 да значит плюс вот корень квадратный и на экспоненту в степени минус x но потому что значение максимуму как раз минус 1 но если мы сейчас здесь несложное преобразование произведем то как раз получится формула вот в привычном виде корень из двух пи x до умножить на x делить на е в степени x до при x стремящемся плюс бесконечности вот такая формула стирлинга формула стирлинга видите как мы легко и непринужденно вывели из асимптотики лаплас вот но вот собственно говоря вот таким образом можно действовать вот но и вот в прошлый раз я вам рассказывал что на самом деле и в теореме лапласа можно выписать не только главный членную несколько что очень важно в приложениях но мы поступим так я вот в общем случае это делать не буду а вот как раз на приведенных примерах я покажу как можно выписывать и дальше то есть сейчас мы просто чтобы мы не повторили то что мы уже сделали да то есть в принципе вот все эти формулы уже нами были получены вот я покажу как вот выписать для каждой из этих функций несколько членов асимптотического разложения так то есть сейчас я уже теоремами лапласа пользоваться не буду а прям вот напрямую используя конечно конструкцию лапласа мы сейчас с вами посмотрим что там получится ну давайте начнем начнем может быть с того что попроще вот последовательность 2n минус 1 с двумя восклицательными знаками делить на двумя восклицательными вот что дальше какая там будет асимптотика вот как это можно посчитать а вот давайте прямо начнем вот с интеграла значит вот этого интеграл от нуля до пи е в степени 2n логарифм синус x и в общем то сейчас мы с вами сделаем то что мы делали при доказательстве теорема лапласа именно давайте сделаем прямо вот здесь замену перемен да и так делаем замену переменной такую минус логарифм синус x равно y и грек значит и давайте эту замену мы с вами сделаем на промежутке и грек от нуля и грек а x до x от нуля до пи пополам значит давайте посмотрим на картиночку действительно вот левее точки пиполам пиполам функция монотонно возрастает все нормально замену делать можно но а вот на этом промежутке справа мы сейчас схитрим дело в том что эта функция просто такая же поэтому интеграл по отрезку 0 пи это просто удвоенный интеграл по половинке поэтому мы сейчас так и и напишем что интеграл от нуля до пи синус в степени 2n x dx это есть значит удвоенный интеграл по промежутку от нуля до пи пополам вот а вот на промежутке 0 ты пополам давайте прям выполним замену ну смотрите очень легко отсюда выражается x давайте прям сразу напишем что x и то есть арксинус арксинус от е в степени минус у от е в степени минус у поэтому здесь все будет очень легко значит пределы интегрирования какие будут смотрите если значит x 0 то y это плюс бесконечность а если x пи пополам то y это 0 да значит просто получится вот что получится интеграл от нуля до плюс бесконечности но со знаком минус конечно со знаком минус вот здесь будет е в степени 2n минус 2n y минус 2n y и на производная от арксинуса от е в степени минус у вот и все то есть я еще раз повторять я фактически сейчас рассказывают доказательства теоремы лапласа в общем случае но просто не загромождаю ненужными обозначениями просто реализую эту схему в конкретной ситуации когда все просто когда функция элементарная давайте посмотрим что тут у нас будет что у нас получится если мы сделаем такую замену значит будет просто два интеграла по полупрямой по полупрямой а здесь будет вот что е в степени минус у и делить на корень квадратный из единицы минус е в степени минус 2у и на е в степени минус 2n у д у вот вот и все вот такой интеграл конечно несравнимо более удобный более удобный но почему почему вот давайте сейчас мы с вами посмотрим вот это просто обычные экспоненты обычные экспоненты вот если мы сейчас программу функцию вспомним то вот она здесь вот просто экспонента а тут конечно не степенная функция стоит но эта функция легко аппроксимируется суммой степенных функций но давайте мы так так и сделаем значит и так что же у нас такое е в степени давайте может быть я где-нибудь сотру вот скажем вверху скажем вверху мы сейчас это все дело выпишем так но мы получаем не то же самое да мы я просто вам не хочу в общем виде теорему доказывать что там дальше следующий словами в общем виде а хочу непосредственно вот для этой функции показать как у меня получится можно получить несколько слагаемых причем не просто несколько а сколько захотим ну давайте например 3 получим ну например чтобы было понятно что можно и 5 и 8 и так далее вот несколько членов асимптотики значит для этого что надо сделать для этого нужно правильным образом аппроксимировать эту функцию значит вот это мы и делаем посмотрите пожалуйста где ее надо аппроксимировать о чем нам говорит метод лапласа вот где самое большое значение тут в нуле да значит нам нужна аппроксимация этой функции хорошая при у стремящейся к нулю но это легко делается давайте вот это прям и проделаем а тут корень из единички минус е в степени минус 2у вот значит мы давайте выпишем но что тут будет здесь будет единичка минус и у да и чего там и плюс и грек в квадрате пополам плюс у маленькая от игрек в квадрате числители а в знаменателе что у нас будет стоять здесь будет корень квадратной единички сократятся да значит будет что у нас тут стоять будет 2у 2у дальше значит будет плюс плюс нет минус наоборот да минус 2у в квадрате 2у в квадрате вот но и еще что там будет и наверно плюс четыре третьих плюс четыре третьих у в кубе и плюс у маленькая от игрек в кубе чтобы не усложнять мне вот вполне достаточно вполне достаточно ну вот все значит что что дальше но в числителе так и оставлю один минус у плюс у в квадрате пополам плюс у от игрек в квадрате а в знаменателе корень из двух игрек а здесь будет один минус у плюс две третих игрек квадрат вот на и в степени плюс у маленькая от игрек квадрат и в степени одна вторая вот так вот и в степени одна вторая значит дальше это дело распадается в произведение один на корень из двух игрек один минус у плюс игрек в квадрате пополам плюс у от игрек в квадрате вот а тут будет единичка плюс у пополам плюс у пополам так дальше плюс у в квадрате точнее минус у в квадрате делить на 3 минус у в квадрате делить на 3 и и давайте проверяйте сейчас еще будет да и плюс 1 2 минус 1 2 на минус 3 вторых пополам то есть 3 восьмых да вот и плюс 3 восьмых игрек квадрат и плюс у маленькая от игрек в квадрате вот вот так вот ну это просто то что вы делали так сказать на первом курсе совсем простые выкладки вот теперь раскрывая скобки получится вот что один на корень из двух игрек а здесь единичка минус и грек пополам единичка минус и грек пополам ну вот смотрите минус игрек и плюс игрек пополам ну вроде так вроде так теперь самое трудное с игрек в квадрате значит здесь будет если от 3 восьмых одну треть отнять то по моему это просто 1 двадцать четвертая до 1 двадцать четвертая значит будет 1 двадцать четвертая плюс 1 вторая и минус 1 вторая значит будет просто плюс игрек в квадрате делить на двадцать четыре и плюс у маленькая от игрек во второй степени вот значит вот все все что у нас получилось да а теперь давайте посмотрим что будет если я сюда вот эту асимптотику поставлю специально тут внизу место оставил вот значит смотрите сразу корень из двух я вот сюда вынесу будет корень из двух интеграл по всей прямой интеграл по всей прямой значит от единичка делить на корень из игрек умножить на е в степени минус 2 н игрек так это первый интеграл до игрек дальше что будет плюс опять корень из двух интеграл от 0 до плюс бесконечности от 0 до плюс бесконечности значит и значит а тут будет и у fills значит а тут будет и игрек пополам так корень из игрек пополам так и корень из игрек пополам я в степени минус 2 и иг рек надо игрек на далее далее плюс корень из двух интеграл от 0 до плюс бесконечности значит y в степени 3 вторых делить на 24 делить на 24 е в степени минус 2 n y d y и плюс интеграл от нуля до плюс бесконечности от о маленького от y в степени 3 вторых и на е в степени минус 2 n y d y вот так вот так получилось но теперь самое время выписывать асимптотику значит еще раз я хочу подчеркнуть что вот три слагаемых у меня получилось но просто так тоже нам именно 3 захотелось захотелось бы 8 сделали бы 8 то есть я просто хочу продемонстрировать что вот к таким даже казалось бы сложным не элементарным функциям можно относиться точно так же как элементарным все все можно теперь делать ну вот и давайте смотреть что там будет что там будет значит смотрите но вот это же это просто гамма-функция в точке 1 2 правильно значит вот это гамма-функция в точке 1 2 так и напишем так значит будет корень из двух на гамма-функция в точке 1 2 и деленное на корень из двух и деленное на корень из двух и вот далее минус корень из двух делить на два а вот здесь ну конечно конечно да да ну можно сделать замену это это элементарная просто гамма-функция на дно уже считали с вами конечно если здесь сделать замену 2 n y равно тем то прямо вот в точности вот он и получится да значит давайте выписываем следующий член корень из двух пополам умножить здесь уже гамма в точке 3 вторых посмотрите показатели 1 2 а значит гамма в точке 3 вторых гамма в точке 3 вторых так делить на 2 n в степени 3 вторых на 2 n в степени 3 2 вторых на 2 n в степени 3 вторых выход вот далее плюс смотрите корень из двух на 24 плюс корень из двух на 24 вот а здесь уже гамма в точке 5 вторых да гамма в точке 5 вторых и делить на 2 n в степени 5 вторых степени 5 вторых вот но видите все подрастает и конечно следующий интеграл вот все что тут оказалось это мелочь очевидным образом да значит еще раз важный момент почему вдруг разложение только в нуле асимптотика только в нуле этой функции все определяет но вот потому что я в прошлый раз рассказывал и то что заметил лаплас дело в том что если мы хоть чуть-чуть отойдем от нуля то есть возьмем интеграл от дельты до плюс бесконечности то вот это все несмотря на то что это отрезок интегрирования очень огромный за счет того что вот это экспонента очень мало этот интеграл будет намного меньше чем каждая из этих слагаемых поэтому асимптотика в нуле и только она определяет все да ну и здесь будет конечно плюс у маленькая от единички делить на n в степени 5 вторых вот так вот да ну и вот теперь давайте я вот вверху уже мы сейчас конечно все вычислим и я вам напишу что что еще раз как я эти формулы получил где гамма от 5 вторых а все вообще все вот вот из этого интеграл ну давайте давайте сейчас я вот опять же вверху сотру мне тоже не понадобится я думаю что вот это не вызывает ни у кого вопросов разве что может по арифметике может быть я где-то ошибся но вряд ли да давайте я сакс сотру да и и расскажу откуда вот получается ну какая-нибудь одна давайте я уж все не буду так значит давайте например 1 согласны смотрите интеграл от нуля до плюс бесконечности 1 делить на корень из игрек е в степени минус 2n и грек выполняем замену 2н и грек равно за 2н и грек равно за правильно что получается опять интегрирование ведется по всей прямой интеграл будет от нуля до плюс бесконечности значит игрек это z делить на корень из 2н поэтому тут будет корень из 2н в числитель пойдет делить на корень из z тут будет е в степени просто минус z вот а здесь будет d z делить на 2 правильно вот и все значит вот она получается единичка на корень из 2н а здесь интеграл по полупрямой значит z в степени минус 1 2 на е в степени минус z дз но это есть в точности гамма в точке 1 2 прям по определению гамма функции правильно потому что минус 1 2 это 1 это 1 2 минус 1 как раз ну и аналогичным образом и все остальные получаются понятно да все все замечательно а теперь давайте я прямо вот тут уж тогда и напишу эту замечательную формулу значит смотрите и я сразу вот этот наш интеграл давайте поделю на пи на пи значит и тогда у меня что получится если я вот этот интеграл поделю на пи то как раз будет 2н минус 1 с двумя восклицательными знаками и делить на двумя восклицательными знаками значит и вот я сейчас все что у меня здесь написано должен поделить на пи смотрите гамма от 1 2 это корень из пи корень из пи так корень из двух сокращается если я делю на пи корень идет в знаменатель то есть вот она единичка на корень из пи это главное слагаемое вот оно так и должно было быть но дальше что минус минус давайте считать что здесь гамма от трех вторых это корень из пи но но делить пополам да значит опять значит корни тут сокращаются и будет вот что считаем значит будет единичка делить на корень из пи n это вот корень будет так теперь дальше смотрите здесь два корня из двух было один корень из двух сократился значит дважды 24 остается значит здесь будет единичка делить на 4 и единичка делить на 4 н значит это вот следующее слагаемое еще раз я повторяю она деленное на пи давайте здесь смотреть что будет гамма от 5 вторых это что такое будет это будет три четвертых корни из пи так три четвертых корни из пи и дальше тройка и 24 сокращаются здесь будет 8 значит четырежды 8 32 а здесь 4 корня из 2 корень из 2 сократился значит будет 128 значит получается плюс единичка делить на корень из пи n а тут будет единичка делить на 128 н в квадрате и плюс о маленькая единичка м в квадрате и плюс о от единичка м в квадрате вот так но эту формулу можно как вы понимаете сколь угодно далеко продолжать сколь угодно далеко продолжать и естественно что теперь при огромных n вы можете не перемножать там кучи всего прямо с с помощью очень простых процедур просто сложение вычислять с огромной точностью вот значение этого выражения вот такая такое уточнение формула валлиса но конечно чтобы ее получить уже надо выйти за рамки последовательности и работать с интеграл так ну и сейчас я вам опять тоже я может быть не до конца докажу потому что по времени долго а вы уж там дома сами доведете это до конца и так значит сейчас наша цель уточнить формулу стирлинга формулу стирлинга значит но естественно что надо начать вот именно с этого интеграла то есть первый шаг он неизбежен значит еще раз что мы делаем чтобы попасть в ситуацию метода лапласа мы должны взять не вот такой интеграл зависит от параметра немножечко другой он может быть для каких-то целей менее удобен но для получения асимптотики вот именно такое представление нам понадобится да и вот собственно говоря давайте мы с вами как раз вот с этого интеграла и начнем интеграл а потом умножим на x в степени x плюс 1 всегда и даже давайте я вот что сделаю смотрите x в степени x плюс 1 интеграл от нуля до плюс бесконечности е в степени x на логарифм у минус у да я даже вот так сделано я даже напишу что это вот что это будет у меня x в степени х плюс 1 на е в степени минус х. А вот тут интеграл от нуля до плюс бесконечности е в степени х, а тут будет логарифм у минус у и плюс 1. Чтобы в точке 1, чтобы точка максимума, вот я ее сюда приподниму наверх. Чтобы был ноль. Вот и все. Так будет удобнее. И вот именно об этом интеграле я сейчас и поговорю. Давайте в этом интеграле мы сделаем такую замену. Чтобы ее сделать, нам придется этот интеграл от нуля до плюс бесконечности е в степени х логарифм у минус у плюс 1 ду разбить на парочку. Вот один от нуля до единички е в степени х логарифм у минус у плюс 1 ду, а второй интеграл от единички до плюс бесконечности е в степени х логарифм у минус у плюс 1 ду. Ну и, конечно, тут уже так не получится, как я схитрил с синусом. Смотрите, я вот взял тут и написал вместо одного интеграла 2. Ну, потому что логарифм синус х симметричная функция. То есть здесь ясно дело уже никакой симметрии, ну, по крайней мере, на первый взгляд, нет. Поэтому надо отдельно выяснить асимптотику каждого интеграла. Ну, вот я какой-нибудь один сейчас сделаю, а второй вы самостоятельно разберете, там все аналогично. Давайте возьмем интеграл от нуля до единички. е в степени х логарифм у минус у плюс 1 ду. И вот в этом интеграле я сделаю сейчас следующую замену переменной. а я обозначу логарифм у минус у плюс 1, а вот это дело я обозначу буквы минус у. И тогда что же у меня получится? Давайте посмотрим. Значит, вот эта функция монотонно возрастает на промежутке 0,1. Поэтому все нормально, замена законная. Далее, 0 здесь переходит в плюс бесконечность. Значит, 0 переходит в плюс бесконечность за счет логарифма. А 1 давайте посмотрим. Как раз здесь 0 и тут единичка сокращается, поэтому 1 переходит в 0. Получается вот так. Интеграл от нуля до плюс бесконечности со знаком минус. Е в степени минус икс игрек ду от игрек. И тут вся сложность вот в чем. Что явным образом обратную функцию вы не найдете, она неэлементарная. Потому что функция у устроена вот так сложно. Ну и что? Давайте мы сейчас с вами производную-то легко найдем. Давайте продифференцируем. Получается здесь единичка на у минус 1 ду. Это есть минус ду. Отсюда мы имеем, что наш интеграл это есть вот что. Это будет интеграл от нуля до плюс бесконечности. А здесь будет у делить на у минус 1. Е в степени минус икс игрек ду. Вот я поэтому и хотел в минус 1 написать. Сейчас давайте проверим. Значит, здесь будет... Если я сейчас... Да, все правильно. 1 минус у. Да, вроде так. Значит, у у нас бегает. Да, все очень хорошо. Минус пропал, потому что вот он здесь же. Так что вот все в порядке. И давайте посмотрим, что у нас опять-таки получилось. Смотрите, интеграл по полупрямой. Икс у нас бежит к плюс бесконечности. Соответственно, вот эта функция такова, такова, что все ее поведение сконцентрировано, согласно идее Лапласа, в окрестности нуля. То есть при икс огромных, если мы тут отделимся от нуля, все, там экспоненциально малая величина будет. Значит, соответственно, наша задача очень хорошо аппроксимировать вот эту функцию у делить на один минус у в окрестности у равного нулю. В окрестности у равного нулю. Вот и все, что нам нужно реализовать. Ну, для этого мне придется вот эту половинку доски стереть, потому что на словах все просто, а технически, конечно, здесь работы довольно много. Потому что все-таки обратите внимание, что сама функция у, она весьма непростая. Вот она задана как обратная к некоторой функции. Вот поэтому, чтобы найти асинтотику, ну, нужно вот очень хорошо владеть материалом первого курса. Ну, вот сейчас мы давайте это все проделаем. Итак, значит, когда у вас функция задана вот так вот не очень явно, конечно, вы так вот прямо асинтотику и сразу не выпишите. Поэтому надо, так сказать, действовать методом последовательных приближений. Давайте вот посмотрим. Итак, значит, еще раз. При у равном нулю, при у равном нулю, значит, у нас примерно один. Ну, один — это плохо. Поэтому я давайте, может быть, введу какое-нибудь обозначение. Ну, что-то типа v, например. Значит, v — это у меня есть вот что. v — это просто 1 минус u. v — это у меня будет 1 минус u. И давайте посмотрим, во что это все превратится. Значит, вот смотрите, тогда логарифм натуральный от 1 минус v плюс v — это есть минус u. Правильно? вот так у меня все в итоге преобразуется. Вот так все в итоге преобразуется. Значит, ну и вот тут я тогда могу написать, действительно, что у меня тут будет. интеграл от нуля до плюс бесконечности 1 минус v делить на v, e в степени минус xy d y. Значит, и вот сейчас мы с вами потихонечку разберемся, а что же такое v. При y равном нулю, v у нас, как легко видеть, тоже равно нулю. Вот все в порядке. Давайте смотреть, на что же у нас похоже v в первую очередь. Что для этого надо сделать? А для этого надо вот здесь выписать главный член по v. Посмотрите, пожалуйста, на что похоже логарифм 1 минус v плюс v, когда v близко к нулю. Значит, если мы сейчас начнем выписывать асимптотику, то v сократится. И останется здесь вот что. Получится минус v в квадрате пополам плюс v в квадрате, это минус y. Но отсюда мгновенно следует, что v в квадрате пополам эквивалентно y, при y стремящемся к нулю, правильно? Ну вот же, главный член. И отсюда следует, что v эквивалентно корню из 2y, при y стремящемся к плюс нулю. Вроде бы так, v эквивалентно корню из 2y, при y стремящемся к плюс нулю. То есть получается, что v это корень из 2y, плюс ну какая-то давайте я дубль v напишу. В, где w есть, конечно же, o маленькая от корня из y. То есть функция v это и есть сумма главного слагаемого, ну и чего-то еще. Так, ну вот теперь давайте следующий, значит, шаг итерации. Теперь вместо v подставляем вот этот агрегат. Смотрите, получаем логарифм единичка минус... Да. Что еще раз? Ну, давайте мы посмотрим. Действительно, вы правы. Просто надо понять, какой знак у v. Смотрите, что такое у нас u? u у нас бегало по отрезку 0,1, правда? u бегало по отрезку 0,1. Теперь где будет бегать v, если замена вот такая? Тоже по отрезку 0,1, то есть положительно. Поэтому плюс корень. А так вы правы, конечно, за этим надо следить, естественно. Итак, подставляем вместо v вот то, что я написал. минус корень из двух у минус w плюс корень из двух у и плюс w. Вот снова равно минус у. Снова равно минус у. И давайте для этого выражения сейчас мы тоже выпишем соответствующую асимптотику. Раскладываем логарифм. Смотрите, что тут получится. При разложении логарифма сразу я не буду писать. Вот это первое слагаемое, оно сразу вот этим погубится. Поэтому надо сразу возводить в квадрат. Значит, что будет? будет у, значит, минус у. Вот. Это вот я эту штуку возвожу в квадрат. Теперь дальше. Что тут будет? Значит, дальше минус. Вот это удвоенное произведение делить пополам. то есть минус корень из двух у, w, w. Ну, потому что в логарифме какая асимптотика? x минус x в квадрате пополам. Я сразу пополам делю. Я и здесь поделил, если вы обратили внимание. Да, вот я возвел в квадрат корень из двух у и поделил пополам. Вот отсюда взялось вот это. Значит, что дальше? Смотрите. Вот. Дальше я еще вот эту штуку должен возвести в третью степень. Правильно? Значит, тут будет плюс 2 корни из двух у корней из у и поделить… А, не плюс, подождите, здесь же минус. Да, вот. Минус 2 корня из двух поделить на 3. Вот. Значит… Ну, еще формально… Вот здесь я забыл про квадрат, да? Другое дело, что он будет совсем маленьким. Вот. И вот… плюс О маленькое от у в степени 3 вторых, да, О маленькое от у в степени 3 вторых. И равно это минус у. Ну, смотрите, вот это W, оно ведь совсем маленькое. В… Ну, давайте я его тоже напишу, если уж… Сейчас. Вы хотите, чтобы я еще вот это написал, плюс W в квадрате? Да, я бы… Ну, да. Ну, да. Ну, оно еще меньше. Оно маленькое. Вот смотрите, вот это главнее. Вот смотрите. Вот слагаемое, потом следующее идет мельче его. Когда вы возводите два слагаемых квадрата, одно из которых главное, а другое маленькое, то самое большое – это квадрат первого, следующее по порядку удвоенное произведение, а вот совсем мелочь. Это уже идет, я его не стал даже писать. Поэтому плюсом малое от у в степени 3 вторых и равно минус у. Значит, смотрите, у сократились. И получается, что вот эта вот штука, она должна быть, в общем-то, тоже как-то уничтожиться. Отсюда видно, смотрите, что W эквивалентно минус, проверяйте меня, минус 2у делить на 3. Вот так. При у стремящемся к плюс нулю. Вот так вот получается. Ну, то есть, смотрите, то есть W равно минус 2у делить на 3 и плюс... Ну, какую еще букву-то у нас не было. Зет не было. Плюс зет, где зет есть у маленькая уже от у. Ну, следующий шаг итерации. Подставляем вот сюда W. Значит, имеем, что логарифм единички минус корень из 2у, минус 2у, плюс 2у на 3, плюс 2у на 3, минус z, дальше, плюс корень из 2у, минус 2у на 3, плюс z равно минус у. И давайте снова раскладывать логарифм. Опять, смотрите, первое слагаемое, первое слагаемое, оно, очевидно, погибает вот вместе с этим. Значит, что получается? Давайте возводить в квадрат. Ну, может, я напишу как-то более, так сказать, аккуратно, а то вы уже, мне кажется, нить потеряли. Вот последний раз. Да какой хотим, это правильно. Но вот надо же где-то остановиться. Вот сейчас остановимся. Так, значит, получается вот что. Смотрите, итак, первое слагаемое с этим сокращается, поэтому я пишу минус минус корень из 2у плюс 2у на 3 минус z в квадрате делить пополам. Далее. Значит, плюс вот эту же штуку в куб делить на 3 минус эту же штуку в четвертой делить на 4 и плюс, как уже легко видеть, о маленькое от y в квадрате равно минус y. Вот такое равенство имеет место. Нам надо выделить главный член у функции z. Давайте смотреть, что будет происходить. Смотрите. Значит, если я здесь возвожу в квадрат, то получается минус y, что, собственно говоря, и ожидалось. Да? Далее. Что здесь еще будет? Что здесь еще будет до порядка y в квадрате? До порядка y в квадрате. Давайте смотрите. Конечно же, будет удвоенное произведение. Проверяйте. Будет минус 2 корня из 2, точнее, плюс 2 корня из 2 на 3у в степени y в степени y в степени y корень из y. Значит, еще раз. Это удвоенное произведение, деленное пополам и еще со знаком минус. Дальше. Что тут будет? Будет квадрат вот этого, то есть минус 2 девятых y в квадрат. y в квадрат. И, в общем-то, еще будет только вот это удвоенное произведение. Потому что все, что дальше мы будем делать, z очень маленькое. Значит, получится здесь минус удвоенное произведение, то есть будет просто корень из 2у и умножить на z. Вот так вот. Проверяйте. Значит, это все, что осталось от первой скобки. Она самая могучая. Теперь дальше давайте возводить в куб. Что здесь будет? Ну, конечно же, будет куб вот этой штуки. То есть будет минус 2 корня из 2у и корня из y и делить на 3. Теперь откуда возьмется четвертая степень? Ну, вот, видимо, утроенное произведение вот этого, квадрата вот этого на вот то, что здесь. Значит, давайте смотреть. Значит, тройки сократятся. Здесь квадрат будет 2у на 2у на 3 будет плюс 4. 4у квадрата на 3. Да. Вот так. Это вот отсюда. Проверяйте, да. Сейчас очень внимательно, иначе, так сказать, что-нибудь мы тут наделаем. И, наконец, вот отсюда будет только четвертая степень. Значит, минус корень из 2у в четвертой степени, это будет 4у квадрат. Да, 4у квадрат делить на 4, значит, будет просто минус у в квадрате. Да, плюс у маленькое от у в квадрате, и это есть минус у. Смотрим. Минус у и минус у уходит, ожидаемо. Дальше. Игрек в степени 3 вторых, конечно же, тоже погибает. Погибает. Вот. Значит, и остается игрек в квадрате с каким-то коэффициентом. И вот, конечно же, отсюда ясно, что Z должно иметь порядок игрек в степени 3 вторых. И давайте мы прямо его вычислим. Значит, потому что должно же все сократиться, главный член должен сократиться. Смотрите, значит, 4 третьих минус 1, это просто 1 треть. 1 треть минус 2 девятых, это просто 1 девятая. Правильно, да? Значит, еще раз. 4 третьих минус 1, 1 треть, минус 2 девятых, 1 девятая. Значит, получается, что корень из 2у, умноженный на Z, Z эквивалентен Y в квадрате делить на 9. Y в квадрате делить на 9. Отсюда следует, что Z эквивалентно эквивалентно корень из 2у и еще умножить на Y и делить на 18. Ну, 4 третьих минус 1 и минус 2 девятых. Вроде я не ошибся, вот все так. Вот, все. Вот такая асимптотика. Значит, тем самым, давайте подведем итог. Подведем итог. Вот здесь я его подведу. Значит, у нас у... Нет, смотрите, 4 третьих минус 1. 1, 1 третье, минус 2 девятых с плюс 1 девятая и там с минусом. Все нормально. Итог такой. У это есть единичка минус... А, ну зачем нам у? У нас просто В уже, да? В это есть корень из 2у. Корень из 2у. Далее. Минус 2у делить на 3. Плюс корень из 2у делить на 18у в степени 3 вторых. И плюс О маленькая от Y в степени 3 вторых. Вот. Вот чего мы добились. Ну, а теперь надо написать вот это равенство уже как положено. 1 минус В поделить на В. Давайте это тоже сделаем. Значит, итак, соответственно, что нам нужно сделать? 1 минус корень из 2у. Корень из 2у. Плюс 2 трети 2 трети и у. Это я вверху написал 1 минус В. Так, и должен я поделить на В. Значит, а тут будет корень из 2у. Корень из 2у я вынесу за скобку, а в скобках будет 1 минус корень из 2у деленный на 3. Так, и плюс у делить на 18. И плюс у маленькая от Y. Вот так. Ну и теперь вот эту штуку... Да, да, и здесь от Y и там все правильно. Все, осталось теперь поделить вот эти две дроби в столбик. И давайте я выпишу, что тут будет. 1 на корень из 2у. Так, здесь будет 1 минус 2 корня из 2у и делить на 3. Вот, вроде бы так. Значит, сейчас. В уме, наверное, не смогу я поделить, да? Придется вот здесь время потратить. А? Ну, я просто делю. Давайте я поделю так вот в столбик, чтобы уже ни у кого не было сомнений. Да. И здесь я делю на 1 минус корень из 2у делить на 3 и плюс у на 18. Значит, здесь единичка. Тут тогда вот так. Значит, если я вычел, то получается здесь 2 третьих корня из 2у, а тут от 2 третей отнять 1,18. Это будет 11,18. Да, вот так. Плюс 11,18 у. Теперь я здесь должен... Так, только тут со знаком минус, конечно. Тут я должен взять минус 2 корня из 2у делить на 3 и умножить вот сюда. То есть я должен вычесть отсюда минус 2 корня из 2у на 3. и, значит, 2 корня из 2у на 3 само на себя. Это будет... А, нет, не само на себя. Значит, здесь 4,9. Правильно? Значит, и плюс 4,9 у. Вот. Вот, смотрите. И теперь получается от 11,18 отнять 4,9. То есть 8,18 как раз, 1,18. Все нормально. И плюс у делить на 18 плюс у маленькой от у. 3,18. Да, на 6. На 6. Да, правильно. На 6. Все, замечательно. Действительно на 6. А вот теперь давайте прям сюда подставляем. Давайте прям сюда подставляем. И сразу что у нас получается. Смотрите. Первый интеграл будет. Интеграл от 0 до плюс бесконечности. 1 делить на корень из 2у и умножить на е в степени минус xу до у. Дальше. плюс, даже не плюс, а минус, да? Минус. Интеграл от 0 до плюс бесконечности. Значит, и просто тут будет 2 третьих. Правильно, да? Вот. Да, вот вроде так получается. Минус 2 третьих. Е в степени минус xy до y. Значит, и, наконец, плюс. Интеграл от 0 до плюс бесконечности. От корень из 2у делить на 12е в степени минус xy до y. Ну и плюс интеграл от 0 до плюс бесконечности. От о маленького от корня из y е в степени минус xy до y. Вот так вот. Ну а теперь пожинаем плоды. А получается, что здесь это просто будет 1 делить на корень из 2х и на корень из π. Ну, это просто гамма от 1 второй, мы уже это считали. Значит, гамма от 1 второй делить на корень из x, ну а корень из 2х, вот как было, так и осталось. Дальше. Минус. Ну, это просто 2 делить на 3х. Значит, здесь это будет гамма от 3 вторых, так, то есть корень из π делить пополам, вот, корень из π делить пополам, то есть будет корень из π делить на 12 корней из двух, а здесь еще будет умножить на 1 на х корней из х, на х корней из х, вот, и плюс у маленькая от 1 делить на х, корень из х при х, стремящемся к плюс бесконечности. Значит, давайте я напомню асимптотику чего мы нашли. Вот этого интеграла. Вот этого интеграла. Значит, далее. Дома вы сами покажете, что интеграла от 1 до плюс бесконечности от того же самого равен вот такому. Ну, точно так же это все делается. Корень из π делить на корень из двух х. Вот уже плюс 2 делить на 3х. Вот то, что с минусом сократится. Вот, дальше, плюс корень из π делить на 12 корней из двух, 1 на х корней из х, и плюс о маленькая от единицы на х корней из х при х, стремящемся к плюс бесконечности. Ну, а чтобы получить окончательную формулу, нужно сложить две асимптотики. Ну, и получится вот что. Получится вот что. Значит, гамма от х плюс 1 равно... Напомню, что у нас там был множитель х в степени х плюс 1 и еще е в степени минус х. Это вот было. Теперь что добавится? Что возникнет из этих интегралов? Значит, если мы сложим, то вот то, что с минусом уйдет, сократится. Значит, и будет вот что. Посмотрите, пожалуйста. Корень из двух π делить на корень из х. Дальше. Плюс корень из двух π делить на 12х корней из х. И плюс о маленькая от единицы на х корней из х. Ну, и давайте я для красоты корень из двух π и на корень из х вынесу за скупки, и получится вот такая уже асимптотика, которую вот обычно рассказывать с остаточным членом уже, чтобы была. Значит, это будет корень из двух π и х. Вот я вынес за скобки. Их делить на е в степени х. А вот тут в скобочках будет вот что. Единичка плюс 1 делить на 12х и плюс о маленькая от 1х. Вот такая вот формула Стирлинга, уже уточненная. Ну, чтобы еще одно слагаемое, я уж не буду вам рассказывать. Наверное, понятно как, просто вы на экзамене это не успеете сделать. А? Общий лиц слагаемого такого-то степени. Рекуррентно там. Там выражается через некие, так сказать, коэффициенты. Еще раз говорю, даже есть общая формула для общей теоремы Лапласа. Но там только в терминах дифференциальных операторов весьма сложных. Так что, то есть конкретно на практике, конечно, немножко трудно применять в такой вот прям общей ситуации. Так, ну что ж, тогда мы на этом с вами заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok